Всем привет! В этом видео я расскажу, что нас ждет в 18 сезоне Clash Royale, какие карты пофиксят. И начнем мы, пожалуй, с арбалета. Время действия его уменьшит на 10 секунд. Это будет очень отлично. Удаленный урон повысят с 26 на 34. Скорость атаки увеличится на 0,5. То есть, если он доберется до вашей вышки, вам будет хана. Но при этом у него хп будет меньше. Легче будет дефаться. Здоровье ему очень сильно пофиксили. Где-то на 4%. Так что радуйтесь, его можно будет теперь убивать ракетой. Там максимум будет оставаться хп 20. Ну а следующая у нас идет бочка со скелетами. Ей всего лишь понизили на 100% хп. Было 540, стало 440. Но думаю, в принципе, неплохо будет легче ее убивать. Также в этом сезоне народ вернут хорошую ведьму. Появление первых скелетов уменьшилось на 2,5 секунды. Теперь скелетики выбегают после 1 секунды появления ведьмы. Это просто топ. Разработчики молодцы, что исправили это. А теперь перейдем к гигантскому гоблину. Скорость атаки ему уменьшили на 0,2 секунды. Я не знаю, что они этим хотели добиться. Он все равно будет имбой в определенных колодах. Поэтому давайте перейдем к следующей карте. К большому сожалению, уменьшили урон грамма версии все лишь на 2%. Почему это сделали? Напишите в комментариях, как вы думаете. Очень сильно понерфили духа исцеления. Его урон понизили с 91 до 28. То есть теперь это будет просто карта поддержки. Если раньше можно было ей хорошо атаковать или хорошо защититься, то сейчас не более чем поддержка. Что же идет дальше? И тут у нас идет кладбище. Скорость появления первого скелетика уменьшена на 10%, то бишь на 2 секунды. Это очень жестокий минус, народ. Потому что оно просто ослабляет это заклинание. Также раньше было если 16 скелетиков, то сейчас их 15. Также улучшили летучих мышек. Скорость первой атаки увеличена на 0,2 секунды. Я уверен это будет незаметно, но когда они будут дефать шарик, вы обязательно это увидите. Это просто большой плюс для этого обновления. В этом сезоне решили пофиксить рыбака. Его здоровье будет уменьшено с 800 на 720, то есть минус 10%. Думаю это небольшой минус. Рыбак также будет выполнять свою главную роль, для чего его создали. Перетаскивать юнитов туда, куда нужно. В общем, сильно я думаю баланс от этого не пострадает. Также в этом обновлении пострадают наши стражи. Их здоровье будет уменьшено на 32% до уровня скелетиков. Но зато будет повышен урон на 10%. Поэтому они также смогут хорошо контрить Пеку и других вредоносных нам танков. И все могут вздохнуть, потому что хижина варваров пофикшена. Ее здоровье пофиксили на 22%. Теперь можно вообще попрощаться с этой картой. Мы ее больше никогда не увидим. Я в этом больше чем уверен. Ее может будет легче убивать ракетой. Также кургигом и остальными танками. Но это еще не все, народ. Также в новом обновлении нас ждут офигительные эмодзи. Вы их можете видеть на экране. Это все эмодзи выйдут в новом сезоне. Также будут два новых скина. А это типа Санки и Звездочка посередине. Должен сказать неплохие такие скины. Мне они нравятся. Я надеюсь, что они мне попадутся. И кстати, один эмодзи будет бесплатный. А вот какой именно мы с вами узнаем, когда выйдет обновление. И узнаем, насколько хороша бабушка ведьма. Я не знаю, что это вообще за карта. Почему у разработчиков нет фантазии, что они превратили обычную ведьму в бабушку. Как видим, у нее 560 будет хп, 96 урона. Неплохо, так-то я вам скажу. Ну что же, на этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, народ.